Текст шестой Все это нужно делать без привязанности и без ожидания плодов, просто из чувства долга о сын Придхи. Таково мое окончательное суждение. Комментарий Хотя все жертвоприношения очищают, человек не должен стремиться получить плоды жертвоприношений. Иными словами, от всех жертвоприношений, предназначенных для достижения материального успеха, необходимо отказаться, но от жертвоприношений, очищающих сознание и возвышающих духовно, отказываться нельзя. Нужно делать все, что помогает нам развить в себе сознание Кришны. В Шримад-Бхагаватам также сказано, что любое действие приемлемо, если оно ведет к преданному служению Господу. Таков высший критерий религии. Преданный должен заниматься любой деятельностью, совершать жертвоприношения и делать пожертвования, если это помогает ему служить Богу. Текст седьмой Человек Человек никогда не должен отказываться от выполнения предписных обязанностей. Если он перестает выполнять их, впав в заблуждение, это называется отрешенностью в гоне невежества. Комментарий Подобно этому Саньяси может провести свадебную церемонию, если это поможет его ученику укрепиться в сознании Кришны. Тот, кто отказывается от такой деятельности, находится под влиянием гуны невежества. Текст восьмой Тот, кто отказывается выполнять свой долг из-за того, что это слишком обременительно или из страха, отрекается от него под влиянием гуны страсти. Поступая так, он никогда не обретет подлинного плода отрешенности. Комментарий Человек, сознающий Кришну, не должен бросать работу из страха запутаться в материальной деятельности. Если работой человек использует заработанные деньги для распространения сознания Кришны или, вставая рано утром, развивает в себе трансцендентное сознание Кришны, он не должен прекращать своих занятий из страха или потому, что такая деятельность слишком обременительна. Подобная отрешенность является отрешенностью угоня страсти, а всякий поступок, совершенный под влиянием страсти, не принесет ничего, кроме страданий. Тот, кто прекращает трудиться, руководствуясь подобными побуждениями, никогда не получит плодов своего отречения от деятельности. У Арджуна, когда же человек выполняет предписанные обязанности чувства долга и освобождается от привязанности к плодам своего труда, его отрешенность относится к гуне благости. Комментарий Свои обязанности нужно выполнять так, как говорит здесь Шри Кришна. Нужно действовать без привязанности к результатам своего труда и не попадать под влияние гун природы. Человек, сознающий Кришну, работая на заводе, не считает себя рабочим этого завода и не думает, что работает для завода. Он просто работает для Кришны и, отдавая Кришне результаты своего труда, действует на духовном уровне, то есть в гуне чистой благости. Текст 10. Мудрый и отрешенный человек, находящийся в гуне благости, действует, не ведая сомнений, без неприязни к неблагоприятной и привязанности к благоприятной деятельности. Комментарий Человек в сознании Кришны, так же, как и тот, кто действует в гуне благости, никогда не испытывает неприязни к тому, что доставляет беспокойство его телу, будь то человек или обстоятельства. Он выполняет свой долг в надлежащем месте и в надлежащее время, с какими бы неудобствами это ни было связано. Такой человек всегда находится на духовном уровне. Будучи самым разумным из людей, он действует, не ведая сомнений.